На 3870-м километре железной дороги на Перегоде Быстровка-Токмок проводятся работы по сплошной смене деревянных шпал на железобетонные шпалы со скрепленными фосло. Всего уложено на 1 километр 1680 штук железобетонных и 160 деревянных шпал. В местах соединения рельсов устанавливаются деревянные шпалы. Это позволяет поезду двигаться плавно. В рамках модернизации и обновления верхнего строения пути внедрены новые методы ремонта железнодорожного пути с укладкой железобетонных шпал со скреплениями фосло. Данное решение позволяет увеличить межремонтный период путевой инфраструктуры и повысить степень безопасности железнодорожных перевозок. Бешкельчанин Чингис Байтыреков умеет и любит работать. С таким трудолюбием, как у него, казалось бы, какая может быть бедность? Зарабатывай, живи, радуйся. Да вот беда. У парня астма – опасное хроническое заболевание верхних дыхательных путей. Болезнь коварная. Обычно не дает о себе знать, но порой бывает обострение, во время которого больной может даже умереть. С таким диагнозом работодатели неохотно берут на работу. Выживать приходится на крошечное пособие по инвалидности втроем. Чингис, инвалид второй группы, проживает со своей мамой и дочкой, а находит уже в пятый класс. Спасибо государству. Малоимущая семья начислила пособие «Уйбэлюйгюкуймов». Не бог весть какие, но все-таки деньги. 53 тысячи пособия. 4 тысячи будет. Это вот поддержка семьи, да? Да, да, да. И представляете, насколько обрадовался Чингис, когда стал участником проекта «Социальный контракт», реализуемого Министерством труда, социального обеспечения и миграции. Проект направлен на то, чтобы вывести подобные семьи из бедности, предоставляют деньги безвозмездно, чтобы малоимущие имели возможность открыть свой бизнес и вырваться из нищеты. По инициативе президента Кыргызской республики, правительство Кыргызской республики выделило 292 миллиона сумм для того, чтобы эти деньги могли быть использованы по выходу из бедности тех слоев населения, которые в этом нуждаются. Это в основном касается тех семей, которые получают пособие «Уйбэлюгой кумёк». Проект заключается в следующем. Семьи, которые остро нуждаются в средствах, могут поделиться с Минсоцзащитой, какой они хотят открыть бизнес. Автор дельной бизнес-идеи получает средства в размере до 100 тысяч сомов. На деньги, которые предоставила Чингизу государство в рамках социального контракта, он собирается завести у себя на участке большой курятник, можно даже сказать мини-тицеферму, будет продавать курятину и куриные яйца. А пойдет прибыль, тогда и прощай бедность. Ну, маленькую, ну, среднюю ферму, вот, курятник, вот, куры. Ну, наращивать яйца и продавать, вот. Сколько штук? Ну, приблизительно до 100. Из 292 миллионов сомов, выделенных на осуществление проекта социальный контракт, 35 миллионов сомов приходится на долю малоимущих семей Бишкека. На эти деньги намечено запустить 350 бизнес-проектов. На сегодняшний день в постановлении кабинета министров утверждено положение предоставления помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Данное положение, данный проект вообще рассчитан по реализации мероприятий для вывода семей оказался трудной жизненной ситуации, для того, чтобы максимально привлечь их трудовой потенциал, сократить уровень именно, вот этот низкий уровень проживания, создать благоприятные условия по выводу именно из той сложной ситуации, в которой они на сегодняшний день оказались. Отбором участников социального контракта занимаются комиссии по социальным вопросам при органах местного самоуправления. Участвовать в проекте может любой желающий из числа получателей пособия Уйбелю Гукунок, после того, как представит комиссии план, как он собирается открыть свой бизнес. Адресатам не только дают деньги. В ходе бесплатных краткосрочных курсов консультируют по экономическим и правовым вопросам. В ходе реализации бизнес-проекта государство будет контролировать, как у получателей идет бизнес, продолжает Минсос труда. В целом, эта мера сейчас является новой мерой, внедряется путем оказания социальной помощи, предоставлением в качестве денежной компенсации в размере 100 тысяч сом на одну семью. Основное требование, чтобы семья была малообеспеченная, состояла на учете в соответствующих социальных службах мэрии города Бишкек и имела свободные человеческие ресурсы, которые можно будет задействовать. «Если дашь голодному рыбу, он ее съест, и завтра будет снова голодным. А если подаришь ему удочку и научишь ловить рыбу, голодным он не будет уже никогда», — гласит восточная мудрость. В рамках этой идеи государство намерено избавить от нищеты более 100 тысяч семей. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Приятный и чрезвычайно важный подарок от государства — пять единиц спецтехники для конвоирования заключенных и перевозки госслужащих службы конвоя службы исполнения наказаний при Минюстии Кыргызской Республики — получили сегодня по случаю своего профессионального праздника сотрудники этого учреждения. Автомашины. Новенький трехосный автозак на базе КамАЗа, в котором можно под надежной охраной транспортировать одновременно до 36 человек. Кузовная машина высокой степени проходимости для перевозки личного состава. Она незаменима в условиях бездорожья кыргызстанской глубинки. Комфортабельный автобус для сотрудников «Автофаугон» с термоизоляцией для перевозки продуктов питания и оперативно-патрульный автомобиль марки «Лада Нива Тревел». Я хочу отметить то, что автобус у нас, который ныне действует, он 1981 года выпуска. И фактически он износил все свои ресурсы, и это вызвало определенные проблемы при необходимости оперативного реагирования на те или иные ситуации в той или иной точке нашей системы. Рассказывая журналистам по случаю праздника о сегодняшних буднях своего учреждения, председатель службы подчеркнул, что она успешно справляется с возложенными на нее непростыми задачами и достойно прошла испытания, выпавшие по ряду политических и экономических причин. Были трудности, были проблемы, но они решались, и наравне с этим, конечно, у нас были свои достижения. И в каких бы ситуациях ни было, сотрудники военнослужащие уголовно-исполнительной системы всегда несли достойно службу и вносили существенный вклад в укрепление общественной безопасности и правопорядка. Церемония передачи спецтехники состоялась в рамках торжеств по случаю профессионального праздника в Департаменте охраны и конвоирования СИН. Его председателю лично вручил ключи от новенького артозака, зампредседателя Кадмина, глава Госкомитета национальной безопасности Камчебек Ташиев. В своем обращении к личному составу службы исполнения наказаний он, в частности, отметил необычайную сложность миссии сотрудников пенитенциарной системы, подчеркнув, что власти страны оказывают всяческую поддержку СИН. Но наиболее сложные времена для пенитенциарной системы, к счастью, уже позади. Это были первые годы независимости, когда пенитенциарная система испытывала дефицит самого необходимого, вспоминает ее ветеран. С распадом Советского Союза было нехватка продуктов питания, нехватка тех же, которые автомашины, нехватка обмундирования для сотрудников, нехватка формы обмундирования для осужденных. Это был комплекс тех задач, которые надо было решать в те времена. С профессиональным праздником поздравили сотрудников Минюста и службы исполнения наказаний, их коллеги, представители силовых ведомств страны, а также приглашенные гости из Совбеза и администрации президента. Особой интересу собравшихся вызвали образцы продукции госпредприятий Кельчек и колоний-поселений. Гости были приятно удивлены, узнав, какие мощности и перспективы есть в учреждениях СИН. Были представлены изготавливаемые осужденными лицами и техперсоналом кирпичи, пескоблоки, брусчатка и плитка, мыло и сувениры, даже колючая проволока и газа. А также макароны и крупы, хлеб и яйца, отборное мясо и горный мед, лук и картошка, свекла и капуста. Плюс униформа, гражданские модели одежды, обувь, все войны перечислили. Помимо этого, участников состоявшейся программы ждало торжественное прохождение колонн, присуждение отличившимся сотрудникам ведомственных и правительственных наград, демонстрация своего мастерства бойцами спецназовского отряда «Омега», ознакомление с гарнизонным клубом и музеем на территории части. В полной укомплектованности каждого ведомства сейчас говорить сложно, но, тем не менее, сравнительно с теми, что было ранее, сейчас намного укомплектовалось. А как подчеркнул в разговоре с журналистами председатель службы исполнения наказаний, она прошла долгий и сложный путь становления и достойно выполняет возложенные на нее задачи, от решения которых во многом зависит безопасность и правопорядок в стране. Андрей Токомбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал. Субтитры создавал DimaTorzok